Приветствую вас. Ну, смотрите, во-первых, вы повторяете сценарий своей мамы, которая повторяет у бабушки, да? Это такая вот отсутствие сепарации со своими родителями, вот, именно отсутствие сепарации, то есть отсутствие такой вот четкой достаточно личных, ну, четких личных границ между вами и родителями, между вами и родителями. Вот, значит, очень важно понять, на мой взгляд, да, очень важно понять, понять, почему, очень важно понять почему. А у вас, ну, как-то вот, отсутствуют эти самые личные границы, вот, вследствие чего они у вас отсутствуют. Ага, потому что это в основном всего лежит по факту, по факту. В основном всего лежит чувство долга перед мамой, что вы ей должны что-то. В свою очередь, оно, это чувство возникает от того, что вам она что-то нужна. Вот. Ну, соответственно, логично, да, возникает вопрос, почему я считаю, что мама не что-то нужна. Ну, потому что она считает, что что-то должны ей вы, по большому счёту. Вот. И если бы ваша мама, ваша мама не считала, что вы, что вы ей что-то должны, то и вы бы не считали, что она что-то должна должна. Вот. Поэтому, собственно, обидеть-то вы, может быть, и проработали. С этим, как бы, ну, никто не спорит, что вы, может быть, и проработали обидеть. Так, а, вопрос, вопрос заключается в том, а, значит, как вы в этой ситуации поступаете, а почему вы считаете, что откуда идёт правительство, да? Что-то, что кто-то, кому-то, вообще, что-то должен, понимать, какая штука. Вот. Это очень важный момент, на мой взгляд, да. И поэтому, так важно, наверное, с этого начать, да. Почему я считаю, что мама должна интересоваться мной. Почему я считаю, что она должна интересоваться в моей жизни. Например, грубо говоря, да? Вот. Значит, значит, ну, с чего вы решили, что ваша мама, например, что-то вам должна, да? Вот. Вот, соответственно, отсюда вся и проблематика идёт. Дальше. Значит, вы прорабатывали чувства по поводу её обиды, обиды на неё. Да? Ну, вы говорите, что, значит, вы её простили? Вы её отношения наладили с ней? Если это так, если это так, если это так, то, простите, вам нужно её принять в таком случае. А у меня нет ощущения, что вы её, что вы, воспринимаете её. Такой. А, вот. Ну, ну, какая она есть. Понимаете? В чём, в чём, вот дело как раз. Так что, позвольте, значит, спросить вас о том, насколько вы свою маму поняли, насколько вы свою маму приняли, если бы работала с обидами. Дальше. Я хочу переехать в Америку. Уже жила там. Как видно, планов нет. Вопрос не об этом. Я чувствую, что её не интересую, счастлива ли я, она одержима только одним, чтобы я был рядом с ней. Это чувство не дает мне покора. А почему вам это чувство не даёт покора, вообще-то говоря? Да? Почему? Почему вам это чувство не даёт покора? Это чувство, что она не интересует. Мне легче, когда мы всё, когда мы всё сразу почему-то всё больше. Значит, она всегда начинает орать и наезжать, а чуть не по неё. Нужно... А ну... Матрид. Матрид. Какая я здесь... Эфора. Значит, вы стать, да, вы стать, что она вам опять же должна стать. Понимаете, какая штука? Это вот один из таких вот ключевых моментов. Вы считаете, что вам она должна? Дальше. Значит, так, сейчас сдерживается, но всё равно, как загадая говорится, собирает жизнь в Америке, она начинает меня перебязать, когда качается аргумент, включает недовольную мину и обижается. Поэтому я хочу домой, не так легче, как будто с персоналом, просто правильно, если мне что-то. А когда всё хорошо, надо притворяться. А притворяться в чём? Я чувствую, что её не интересует, что у меня на душа. Почему вы считаете, что, ну, вот, что она должна, да? Понимаем вам, что она необязанная, но и делать вид, что всё хорошо тоже не хочу. А почему вы считаете, что это нехорошо? Ну, то есть, почему вам, грубо говоря, кажется, когда кажется, вам кажется, кажется, да, что это нехорошо? Почему? То есть, вы умом понимаете, но не чувствуете, что это хорошо? Вас это задевает, может быть, вам это неприятно, может быть, или что? То есть, по сути, вы сказали, сейчас вы сказали, ну, знаете, такое вот противоречие. Противоречие, потому что вы говорите умом понимаю, но делать вид, что всё хорошо не хочу. Так, значит, не понимаете, в таком случае, как бы, не понимаете, получается, вот, не чувствуете, получается, чувствуете вы что-то другое, в таком случае. Вот. Дальше. Значит так, иногда мне становится её жалко. Ну, смотрите, что такое жалость, да? Жалость, что угодно, но только не принятие, опять же, да? Вот. Жалость, что угодно, но только не принятие её. Жалость, это ощущение, что мама не на том месте, не там, где она должна быть. Возникает вопрос в таком случае, да? Почему? Эм... Значит, эм... Ну... Эм... Придёте с себя так. То есть, вот, вы... Эм... Почему вы считаете, что ваша мама не на том месте, где она должна быть? Вот. Почему вы... Как бы, вот, эм... Эм... Судите так. Эм... Понимаете? Вот. Эм... Это очень важный момент. Вы здесь, эм... Ставите себя выше неё. Эм... Благодаря так... Такому подходу. Дальше. Нормально ли, если я не хочу с ней общаться? Эм... Спрашиваете вы? Эм... Да. Эм... Нормально. Вот. Эм... Абсолютно нормально, что... Эм... Вы... Эм... Ну... Значит, эм... Абсолютно нормально... Эм... Что вы хотите... Эм... Эм... Что вы не хотите общаться с... Эм... Вот. Эм... Абсолютно. Нормально. Эм... Понимаете? Какая штука. Вот. Эм... Это ваше желание. Вы себя... Эм... Так... Эм... Чувствуете и... Эм... Соответственно... Эм... Эм... Совершенно не нужно. Вот. Дальше. Следующий момент. Так. Эм... Значит... Эм... Хотел... Так. Меня начинает спустя неделю мучить совесть. То есть, потом отпускаем, звоним и меряемся. А по поводу... Эм... По поводу... Эм... Чего вас начинает... Эм... Эм... Мучить... Эм... Совесть. Эм... Ну... Вообще говоря. Эм... Ну... Как... Конкретного. Да? Эм... Вы... Эм... Ну... Сделали. Что конкретно? Эм... Понимаете? Да? То есть... Эм... Вот... То, что я хочу вас спросить. То, что вас беспокоит. Вот. В этой... Вот... Ситуации не очень понятно. То есть, вы... Ну... Вы считаете, что... Не должны были так... Эм... Поступать. И... Или... Или что? Или как? Вот. То есть... Тут... Тут вот... На мой взгляд... Очень... Непонятная история. Опять же... Что вас отпускает. Да? Опускает ли вас. Или вы это делаете... Эм... Эм... Исключительно из... Эм... Чувства... Вины. К примеру. Вот. Потому что... Эм... Вещи-то... Эм... Это разные. Если вы это делаете из чувства вины... Эм... Это одно. Если вы это делаете... Потому что... Вас... Ну... Обида проходит. Это другое. Но... Опять же, оно что обида проходит. То есть, вас как бы... Эм... Задевает. Вас задевает. Эм... То... То, что... Эм... Она не интересуется вашей... Эм... Вашей жизни. Вас это задевает. Вы уходите. Но потом мучаетесь... Эм... Чувством вины. Эм... Вот. Ну... Это... Эм... Эм... В общем-то... Эм... Довольно... Противоречивая история. Понимаете? Какая штука. И... Вам бы... Вот это... Этот момент... Эм... Тоже... Эм... Разобрать. Вот. 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 Потому что это... Эм... Очень важно. Чувство вины... Это... По большому счёту... То, что я должна... Уже... 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 Большо... Эм... Значит... Так... Потом... Опять... Всплывает... Этот... Этот конфликт... Эм... И становится обидно... Что как так... Можно не ставить... На первом месте считается дочерь... Главное, чтобы она была... Эм... Эм... Ну... Вот. Смотрите. Да? Какие желания стоят за... Эм... Эм... Вот этой вот позиции вашей... Что... Мама должна... Ставить на... Эм... Эм... Ну... На... Первое... Место... Да? Эм... 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 Дочь... Счастья дочери. Вот. Вот. То есть... Эм... Вот. По какой... Такой... Причине, да? Она должна оставить... Эм... Эм... Счастья дочери на... Эм... На... Эм... Первое... Место. Вот. Ну... Кто-то это действительно сделает. Кто-то... Это сделает. А... Кто-то этого делать не будет. И... Ваша мама... Мама этого не делает. И это нормально... Для неё. Но вам... Чего-то не хватает. Так вот... Эм... Давайте подумаем... Чувак... А чего вам не хватает. Маминой любви. Например. Ну... 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 Например. Например. Вам не хватает маминой любви. Допустим. Да. А... Как это... Проявляется? Вот. Эм... Что вам не хватает маминой любви. Допустим. Вот. То есть... Эм... Как вы... Как вы это ощущаете? Да? Вот. Это тоже... Все очень... Эм... Такие... Такие... Достаточно... Эм... Достаточно важный момент. Вот. На... Которые... Ну... Наверное... Нужно обратить внимание. Дальше. Я это... Пускай чувство вообще не всплывает. Ну... Значит вы... Это чувство... Да. Не отпускает. А... Вот. А... Вот. Ну... В таком... Случае. Вот. Вы... Не отпускаете вообще в таком случае. Если... Вы... Если вы... Если вы... Ага... Говорите, что оно вот у вас... Ну... Вплывает... Снова... Да? В процессе... Ну... Диалога. Вот. Поэтому... Здесь... На мой... Мой взгляд... Опять же... Эм... Нужно... Больше... Эм... Смотреть... Смотреть на себя... Смотреть на свои... На свои... Чувства, да? На свои... Эм... Переживания... На... То, что вам хочется... На то, что вам нужно... На то... Эм... К чему вы стремитесь... Эм... Вот. И... Эм... Именно... Эм... Чего вам... Не хватает. Соответственно. Вот. На мой взгляд, это... Важно. Это... Гораздо важнее... Чем... То, например... Что вы делаете... Сейчас. Дальше. Эм... Сама мама живёт... Эм... Всю жизнь с родителями. Сейчас бабушка всё время... Её... Делами живёт. Бабушка тоже... Хочется... Хочется... Резко... Отвести... Чтобы осталась... Вопросами... Гибет... Собор... Мне становится её жалко... Про жалост уже сказал... Эм... Смотрите... Значит... Эм... Личностный рост... Эм... Во-первых... Во-вторых... Эм... Личные границы... С... Эм... Эм... Ну... С... Эм... Ну... С... Эм... Ну... С другими людьми... Эм... Эм... Вот... Эм... Это... Эм... Это... Эм... Это второе... Да? Это второй момент... Личные границы... А... Третье... Это... Наверное... Работа с вашими... ожиданиями... С... На... С... С потребностью... Эм... Ну... С потребностью... В любви... Эм... Эм... Вот... Что... Эм... Тоже... Эм... Очень важно... На... Мой... Эм... Эм... Взгляд... Эм... Вот... И... Соответственно... С... С... Вашими ценностями... То есть... Такое ощущение... Что... Вам... Вот... как будто бы, знаете, вот нужно, ну, подтверждение какое-то, что ли, того, что, ну, того, что вы важны, того, что, ну, подтверждение того, что вот то, чего вы хотите, вот, это действительно важно. И подтверждение вы хотите от своей мамы и от папочки. Вот. Дальше. Научение конструктивному, я бы сказал, неконфликтному общению, потому что оно у вас сейчас, к сожалению, именно такое. То есть вы не умеете бесконфликтно общаться. Вот. Ну и работа с чувствами, чтобы определить, что из чего, как получается. Вот. Такая вот история. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку. В качестве лучшего я желаю вам всего самого доброго и удачи. Удачи вам.